Как второй день Пятидесятницы, как продолжение торжества воспринимается следующий праздник – День Святого Духа. В честь Третьей Ипостасии Господа, Троичного в лицах и Единого по природе, освящено немало храмов. Есть такое и в столице православной Кубани. О престольном празднике Свято-Духовского храма Краснодара сюжет Евгения Агановой. В следующий за Пятидесятницей день престольный праздник отмечает Краснодарский храм Святого Духа. В этот день в храме возглавил Божественную Литургию митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор, глава Кубанской митрополии. Клерики Свято-Духового храма и настоятели некоторых приходов города сослужили его высокопреосвященству праздничную службу. Множество народа пришли помолиться на архиерейской литургии, воздать славу Третьему лицу Пресвятой Троицы, Богу Духу Святому, в честь которого освящен храм. Традиция посвящать церкви и монастыри Святому Духу уходит корнями вглубь христианства. Была она распространена и в Русской Церкви. Русь, как страна, давшая миру большое число преподобных, знала созидательную, живительную и обновляющую силу Святого Духа не из книг, а из непосредственного опыта внимательной духовной жизни. В символе веры Дух Святой называется Господом Животворящим. Именно после сошествия Святого Духа на апостолов родилась Христова Церковь. Этому лицу Пресвятой Троицы посвящен и сей молодой благолепный храм. Приход был открыт в 1993 году, но сам храм был отстроен и освящен в 2011. Святодухов храм имеет два предела. Нижний посвятили новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Здесь находится и главная святыня храма. Например, икона святителя Дмитрия Ростовского с частицей его мощей. Она была написана в Спасояковлевом мужском монастыре Ростова Великого, где почивают мощи святителя. Еще одна чтимая святыня храма – икона Пресвятой Богородицы – праворучица. Несколько лет назад этот образ чудесно обновился. Исчезла чернота, которая покрывала оклад и саму икону. Множество прошений перед этим образом Пречистой были исполнены, о чем свидетельствует многочисленные украшения, принесенные в дар. В храме даже объявлен сбор свидетельств о чудодейственной помощи по молитвам у иконы. Ну а главной святыней для верующих, несомненно, является сам храм, в котором совершаются богослужения и церковное таинство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok